здравствуйте друзья мы с вами на нашей завершающейся стройке и когда убрали зеленую сетку которая ограждала все это второй площадку как-то стало казаться что здесь совсем даже мало места до дома что почти вот он стоит тут прямо на улице там вы видите кусочек забора он так огораживает там калиточка будет такой забор вот интересный и здесь тоже забор и давайте вам покажу из-за того что у нас называется красное дерево этот самый redwood так ну давайте так может быть с этой стороны я проникну вот пожалуйста вот стал большой красивый забор раньше было черти что было видно соседей и это было довольно таки жутко как у нас говорят в народе агли вот так что сейчас у нас хорошо дверь давайте я пройду насквозь вот вы видите больше забора и вот стенка дома там крылечко такое это на самом деле немножко временное такое крылечко приступочка такая потом ее уберут ну вот собственно все идем в дом пошли в дом красивая дверь вот это наклейки там их уберут будет просто стеклышка вот собственно и дом светлана дает какие-то указания здесь каунтер вот этот столешница была покрыта картоном то что какие-то они что-то резаны там клеили и так далее сейчас мы видим его так очень хорошим таком виде спеклана беседует с электриком и говорит давай розетки давай еще чуть давай доделается да у нас приняли всю всю эту постройку она принята последняя инспекция прошла и собственно все поэтому сейчас вот тут сейчас пусто смотрите какая пустота пустота только эхо кроме эхо нет ничего вот забор через забор ничего особо соседей не видно эти из вас кто давно наблюдают вздрагивали не раз от того вида который открывался раньше сейчас стал просто красивый забор ну что здесь люди будут жить тут у нас видимо это красивая картинка которая тут должна где-то висеть так вот у нас стиральная сушильная машина освещается сверху видите через skylight отлично тут много всяких работ которые сейчас должны доделать по мелочи там электрики и так называемые touch-ups то есть подкрасить подмазать но вот чтобы было вот вот чтобы было не вот так вот это вот эту всю фигню люди починят доделают так далее и собственно уже светлана даже дала объявление о том что сдается все это хозяйство так ну давайте может быть я свет зажгут да все таки свет уже есть на такой занавесочки ну хорошо так так выглядит еще придут люди помоют хотя не придут и все так помоют 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 такие уборщики как бы профессиональные так чтобы было уже совсем чистенько так что то такое это наш бык ярд там просматривается там тоже еще работа некоторые произойдет не просто так там присыпать таким гравием и его подтопчут так по пристукивают к земле прибьют так о видите там вот туда под пол такую кронс пейс так хорошо что у нас тут но тоже все таки знаете уже когда шторки висят какой-то элемент завершенности такой присутствует до пришли к тому что вот этот вот лимончик надо будет убирать так вот как-то мне хотелось его оставить но в общем пришлось придется убрать лимончик ну ничего вырастут еще деревья не последние так тут появилась вот эти дверки появились туда-сюда ходят без этих дверок инспекция не хотела принимать между прочим вот а там так получилось что пока доставили доставили не те потом пока доставили новые и в общем вот из-за этого у нас задерживалась инспекция вот можете представить из этих дверок инспектор не принимал да вот вот эти дверки они тут я бы сказал посимпатичней чем те что в другом санузле хотя здесь больше нарисованы на стекле а там она как бы выдавленные немножко но здесь очень мило очень мило так вот есть санузлы вот наш backyard небольшой но собственно и весел участок небольшой тут где-то 5 соток здесь стоял контейнер металлические после него остались вот какие-то плитки тут еще надо будет подпилить вот тут соседское дерево листья так на рябинку похоже немножко надо будет тоже подпилить ветки чтобы над крышей нашей сильно не висели потому что с них сыпется всякая ерунда вот вы видите забор как пошел и если вы сейчас посмотрите то увидите что ступеньки слева немножко даже как бы ним ниже чем вот грунт который справа обратите внимание поэтому вот этот грунт справа его значит вы везут и тут подгребут вывезут лишнее вот а потом уже там все остальное будет делаться нужно такое совсем благоустройство да видите по уровню вы видите друзья светлану она снимает что снимаешься то есть и как бы фотографии скорее как какая основная работа осталась вот я понял что комиссия пришла все приняли вот идет такая как бы очистка зачистка то есть приведение домов продать такое предаренное состояние да я вижу там беленькая заглушка то есть как бы устройство есть отключить не работает где давай покажи но мне нравится вот у тебя одна раковина тут это очень здорово 2 раковина тут водичка течет по их нет давай еще раз если у тебя грязные руки до грязные руки тебе нужно что-то чтобы не трогать ручку то есть важно в какую сторону но если ты как закрываешь то соответственно движением руки не получите нет 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 он может быть открытым а дальше вот так вот раз и включил да слушай они поставили этот каунтер так и спачкали его мы когда их выбирали эти каунтеры выбирали чтобы на нем не было ни пятнышка ничего теперь она все каких-то ну поэтому надо помыть его лякс его надо помыть тут вот видишь какие прям ну послушай стройка цвета это как в войне ну ты знаешь что вот эта красота с пустотой как-то пустота вот не так не так украшают да да пустота останется для того чтобы ее заполнили те кто здесь будет жить вот я в угол сама еще купил беседку на на приток через три недели вот и здесь будет вот этот выходный отбор прямо против этой двери будет стоять еще красиво не там где было вот тот сарайчик не 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 вот она прямо здесь потому что ты из комнаты выходишь и прямо тут у тебя беседка куча кухня удобно удобно ну что же хорошо цвет поздравляю тебя можно сказать почти окончание октябрь не лучше место время для сдачи лучшее время может быть июнь июль обратите внимание как засыпано у них вот эти вот соседская крыша давайте мы покажем то что вы видите черное по боку это вот и есть гатор то есть вода водосток такой вот видите сверху засыпан поэтому когда вода течет по крыше она не обязательно попадает в трубу еще очень хочется узнать вот это дерево на вечно зеленые все таки она бросает совести потому что если бросает нужно вызвать чистильщика когда не будет листьев а если на круглый год вот такое творит то вообще даже не было права на него ну хорошо это много много проблем друзья у тех у кого есть хочешь иметь крышу мы заходили в этот туалет но я не обратил внимание действительно вот тут появилась на потолке появился этот сантанал и раньше здесь раньше здесь было довольно темно вот сейчас свет выключен а вот если мы включим свет давай тут есть вот над зеркалом есть над зеркалом есть и вон там есть над ванной да тут стоит совсем светло но даже без этого света стало намного приличнее потому что здесь темень темень была кромешная раньше купила они показывают температуру воды но если включить горячую воду а сейчас что покажет воздух я думаю что тоже температура воды сейчас например 20 градусов хотя бы не течет хотя не течет надо сказать что впервые я вижу в том что строить светлана вот такую амбарную дверку эти там кладовочка гардеробная такая вот и вместо нормальной двери ну что здесь узкий проем верно что-то будет вот такая амбарная дверка и сверху крепеж и снизу тоже там чего-то есть видите чтобы не болтался внизу есть ходит очень хорошо ходит вы видите друзья коробку написано true grid favor и там внутри такие знаете рулоны рулоны с такими ячейками то есть рулон раскатывается и получаются ячейки и вот ребята тут сейчас копают видите они снимают немножко от этого грунта потом они туда положат эти ячейки и потом эти ячейки засыпется галькой такой маленькой городские власти не разрешают бетонировать вообще закрывать от воздуха от тучек закрывать больше чем определенный процент площади участка но вот дом взял на себя часть вот вы видите значит тот въезд в гараж тоже драйввей тоже взял на себя часть а если вот там где ребята стоят забетонировать то сити скажет что что-то вы тут перебрали нельзя вот травку лучше посадить а вот если туда положить вот эти вот grid pavers и тогда и засыпать тогда считается что это открытая поверхность и она не противоречит поэтому это довольно удобно и сейчас как бы приобретает популярность